Итак, всем привет, с вами Дугай. Начинаем мы новое прохождение за Германия в World of Blaze. Недавно были прохождения за Советский Союз, США. Мод этого, думаю, должны немного уже знать. Если очень вкратце, опять-таки для тех, кто еще не видел этот мод, он добавляет кучу новых исследований для всех мажоров. То есть все корабли, самолеты, танки, артиллерия, пехота. Все вот эти исследования на мажорах разные. Ну и на некоторых минурах тоже дополнительно есть. Дополнительно прорабатывают очень жесткие фокусы. Единственное, относительно недавно вышел патч, который еще не полностью переведен, поэтому все-таки игра на английском, иначе некоторые вещи не пишут. Допустим, вот здесь бы мне не сказали, что здесь появляются новые решения. Ну и здесь всякие тоже различные вещи есть. Плюс что-то где-то еще тоже поменяли, чтобы точно я видел эти изменения, я пока буду играть все-таки на английском. У нас здесь есть некоторые дебафы на старте, у нас есть с экономикой проблемы. Ну, спор, кто там у нас будет власти экономической. У нас с разведкой некоторые проблемы, да, ну, бывает. У нас расслабленная промышленность, это в войне пройдет. Автаркия, мы полностью экономику нашу пытаемся сделать независимой. Есть еще проблемы с авиацией. Ну и, конечно же, англо-германский договор по морю, которому мы будем, ну, не очень следовать, честно говоря. Мы будем строить некоторое количество сильных кораблей в будущем для высадки в Британию. И у нас, конечно же, есть Мефа, собственно говоря, как их там, платежи. Вот. Вот постройка, мы сейчас немножко инфраструктуру построим вот здесь. У нас есть, в принципе, некоторые бафы на нее, но самое главное, зачем я это делаю. Вот здесь вот у нас есть железо, здесь вот у нас есть железо тоже. Я довожу это до девятого левела, потому что у нас по фокусу и сюда всегда добавится один. Чтобы получать все-таки максимум железо, ведь здесь есть экономика, и здесь как раз-таки нужно из железа делать сталь. А сталь, и там нужно будет очень много деталков, и для флота, в общем-то, очень много для чего. Так что нам нужно будет очень много железа, пока что вы видите, покупаем аж на 27 фабрик его. То есть, ну, это очень дорого. Потом у нас откроется решение о расширении там железных шахт. Мы как можно быстрее попробуем к ним выйти. Для этого нужно прокачать вот этот вот третий уровень добычи ресурсов. Мы постараемся его зарашить. И начнем качать наши шахты. Вот, авиацию пока практически не делаем. Делаем только вот эти вот ударные бомбардировщики. Чтобы потом из них делать тяжелые истребители, они, представляете, прям как по истории, в принципе, соединяются. То есть, из вот этих вот самолетов потом можно поставить вот эти, и они сохраняют эффективность. Это очень прикольно. Ну что ж, на этом, я думаю, с подготовкой и по планам все примерно понятно. Поехали. Единственное, мы, конечно же, не забываем здесь вот взламывать страны, которые нужно взломать, и качать агентства. Потому что, ну, нам очень пригодится взлом Британии, взлом Франции. Нам неплохо пригодится взлом Норвегии для выставки. И, ну, если вдруг мы все это успеем взломать, и у нас еще останется время, мы взломаем еще сверху Польшу. Параллельно еще что-нибудь подкачаем тоже агентами, поделаем некоторые задания, все как обычно. Итак, мы четырехлетку нашу начинаем. Сразу же идем вот сюда, в Герман Герринга. Мы его не будем ставить, возможно, сразу выставиться. В принципе, может, оставим тогда там инфраструктура, скорость строительства, военные заводы, скорость строительства. Мне то, и то надо, примерно. Но он будет съедать одну гражданскую фабрику каждые четыре месяца. Эта, кстати говоря, я бы тоже не узнал, если бы у меня здесь стоял русский язык. Но самое главное, я уберу себе минус 0,5 политики, плюс, ну, вернусь опять скорости строительства и скорости исследования индустрии. Этот дебаф нам, конечно же, неплохо мешает сейчас. Итак, это мы сделали. Давайте сразу пойдем вот сюда, потому что здесь потом будет прекрасно. Вот этот дебаф на опять строительство, да, минус время исследований, ну ладно, и немножко нашу экономику восстановим. Дело в чем, здесь есть усталость экономики, такой параметр. Он начинает увеличиваться, и чем, так сказать, меньше у вас людей свободных, то есть чем больше у вас людей призываются в армию, и чем более закрытая ваша экономика, чем более вы мобилизованы, тем быстрее это все идет к вот этим вот ужаснейшим дебафам. Конечно, в начале дебафы не такие страшные, как здесь, да, здесь вон минус стабильность, минус варсаппорт, просто вы умерли, если вы до сотки дошли. Но чем дальше, тем хуже, и поэтому, конечно, лучше этот параметр снижать, как можно меньше его делать. Его можно снизить еще потом решениями во время войны, но без войны его, собственно говоря, снизить-то и нельзя. Кроме фокусов каких-то уникальных. Так, наши шпионы уже отправляются в Британию, мы сразу же получаем еще взлом. Ну, здесь мы в первую очередь, наверное, в администрацию, да, внедрим шпионов ради политки, политка нужна. Но по факту нам нужно внедрение в море, чтобы потом нам было проще высаживаться. Ну и, возможно, там в остальное тоже повнедряемся, посмотрим, потому что это тоже дает бонусы. Итак, это у нас готово, смотрите-ка. Можно пойти сразу сюда, получить 2 ТНП, 25 аутпута. И да, наверное, я так и сделаю. 25 аутпута и роста, ну то есть объема производительности саводов и 20 скорости роста. Это очень солидно. А у нас тут появились новые танки, бизоны. Это легкие САУ. Мы их будем использовать в наших легкотанковых дивизиях. У нас такие, собственно говоря, будут и, я думаю, будут достаточно продолжительное время. И мы, кстати говоря, обучили первые резервные дивизии, у нас уже их 10. Мы еще потом по фокусу, я помню, получим еще дополнительные 40 дивизий. Я думаю, 50 резервных дивизий нам хватит. Не будем мы еще раз нажимать здесь, 15 аутпута забирают. Это не так мало. Мы нашу политку сейчас копим. И я думаю, мы возьмем себе, наверное, Геббельса. Это нам варсаппорт поднимет. И самое главное, даст нам плюс 10% политки, а нам нужно, так сказать, наловить уже, набирать себе рост политки, потому что здесь очень много на что ее надо будет тратить. Так, прекрасный баф взяли. Пока что сюда выйти еще нельзя. Сюда, видите, только войну. Можно убрать этот дебаф. Я думаю, пора уже сделать рейхс автобаны. Потом выйдем вот сюда в гражданские фабрики и посмотрим. Возможно, сразу возьмем вот эти военные заводы. А возможно, мы пойдем уже вот сюда. Здесь, видите, панзер вторые. Нам просто технологию добавят. Это приятно. И нам легкие танки нужны, потому что потом вот эти вот дополнительные танки очень хороши. То есть за 15 стоимости будем получать тут очень жесткие статы. Другие варианты тоже неплохие. То есть штурмовые какие-то орудия. ПВО танковые я обычно не люблю, но посмотрим. Может, его добавим. В общем-то, легкие танки здесь вполне себе полезны. Особенно учитывая то, что вот эти танки, когда вы их ставите с вот этих вот моделей, они сохраняют эффективность. Ну и это прекрасно, конечно. Мы исследовали технологии, необходимые для бисмарка. Время закладывают вот этих малышей. Мы исследуем эту теху и потом сможем заказать себе сразу бисмарки. Они получат уже некоторый процент гроза постройки, что, конечно же, привлекательно. Пока что мы достраиваем как раз-таки вот эти все корабли, старенькие, которые у нас были сразу. И потом, из них, мы будем строить себе наши грозы морей. Итак, мы готовы по вот этим фокусам. Теперь вопрос, куда мы хотим. Мы хотим, конечно, военный завод забрать. Это сочно. Но нам надо выйти и успеть вот сюда, как можно раньше, чтобы, собственно говоря, в Испанию добро-вчис отправить. Успеть там подфармить опыт. Уже как бы июля, в теории, там может бахнуть уже. Да, как бы хотелось бы туда пойти. Но давайте все-таки возьмем сначала сюда фокус. И уже потом подойдем вот сюда, будем смотреть. Дело в том, что этот фокус тоже очень классный. Здесь заодно ТНП, надается 0,5 населения, плюс опыт. Да. А июль, все четко по расписанию. На самом деле, так что давайте, да, в Рейнланд мы идем. Окей, вот это максимум, что мы можем взять. Идем в Рейнланд, делаем ось и отправляем кодор-легион в Испанию. И бисмарки готовы. По техам, по крайней мере. Давайте закажем бисмарки. Сделаем еще небольшой, вот такой вот, так сказать, получит. Кстати, нет, не дали нам прогресса. По моим ощущениям, раньше прогресс обычно вроде давали. Но нет, слушайте, прогресса не дали. И вам теперь наша экономика вся будет работать на этих невероятных бисмарков. Эти невероятные машины. И нам на самом деле вот это бы взять, да, то есть мы берем демилитаризацию. Давайте тогда, знаете что, пока что, пока у нас нету стали, большого смысла очень делать эту машину, так сказать, убийства. нету. Давайте вместо этого мы будем делать корабли поменьше, которые не требуют стали, логично. Я думаю, очень логично. Затем, потом, когда мы подойдем сюда, мы уже эти корабли и будем производить. Просто пока скупать столько стали как-то, ну, не сильно хочется. Мы сразу, у нас появилась еще одна политка. Теперь ставим себе советника. В этот раз, я думаю, вот этого парня. Он дает еще 10 прорыва нашей бронетехники. Ну, и скидка побольше у них на танки. Ну, танки мы, по факту, вроде как, почти все исследуем чисто по фокусам. Вот, Рейнланд есть. Давайте в ось и пойдем в Контр-Легион. Так, это есть. Давайте сразу вот сюда. И на 150 политки можно подумать, куда ее потратить. Можно сюда взять в один ТНП, но это выглядит очень грустно. Вот сюда мы Гиммлера точно, я думаю, поставим. Давайте сюда на плейт можно Риббентропа поставить. Это одна опция. А другая опция сюда поставить скидку, но еще пока рано. Давайте поставим, наверное, на опыт воздуха вот этого парня. Так, Легион есть. Можете ли подумать, что мы хотим еще заказать? Вообще, в теории, мы бы хотели, возможно, с Италией договоры сделать. Давайте повеселее. К примеру, вот это. Точнее, по крайней мере, поактивнее. Нам стали пока не у кого покупать, да. Опять-таки, Италии тоже особо нечего покупать, так что, наверное, нет. Наверное, мы пойдем, как мы хотели, в свою собственную сталь. Поехали. И после этого мы сможем полностью наш лот чуть-чуть производить нормально. Сейчас, да, некоторые проблемы с этим. Ну и с этим фокусом отправляем туда Аташи, и сейчас отправим туда еще добровольцев. Можно отправить туда одну дивизию и одного воздушного. Окей. Итак, добровольцы уже едут, а у нас еще есть решение отправить 10 тысяч винтовок в Испанию, да, и отправить туда еще 50 опыта и одну доктрину пехотную, конечно же, мы это сделаем. И к тому же еще и дебафов на стоимость нет, так что они реально ее вкачают сразу. Я не против. Сейчас еще и дивизии будем помогать побеждать и фармить нам опыт. Ну и вот, сталь появилась сразу, как приятно-то стало. Ну, я думаю, где-то мы еще вот столько должны будем подзакупить. Можем сразу уже немножко подзакрыть стали, наверное. Ну, вообще, ну, они сами примерно закроются, как им нужно. И теперь, что можно взять? Можно здесь сюда пойти и пойти вот сюда 150 политки везти. Я, наверное, так и сделаю, побыстрее что-нибудь подзакрыть, а потом посмотрим, что тут у нас. У нас много опций хороших есть. Есть вот эти танки. Вот сюда, наверное, пойдем за техами 3-й и 4-й пазики. Потом пойдем куда-нибудь сюда за уже военной промышленности. И еще одну соточку мы тратим на теоретика морского. Тоже нам опыт нужен этот. Нужно будет еще, кстати говоря, поставить сразу, как сможем сюда на опыт. Вот этот вот дух, 35 он будет стоить, что нам нужно будет нафарировать морскую доктрину, потому что мы собираемся сражаться на море. И, кстати говоря, с новыми стальными заводами мы уже можем начать нормально производить наши прекрасные бисмарки. да, так и есть. Ну, только немножко хром подкупить в Турцию, но так, эх, вот они красавцы. Итак, по фуксам мы идем вот сюда. Вообще, я думаю, еще, кстати говоря, наши вот все ребята готовы. Давайте не забываем вот так еще нажимать. Мы политика, кстати говоря, получили еще успешно. Нужно нам обязательно взлом улучшать. Надо все это взломать обязательно к воинам с этими державами. Нам нужно будет еще Гиммлера поставить. Нужно будет сейчас выйти вот сюда, потом, я думаю, поставить себе Вафин СС, поставить себе Гиммлера, а там посмотрим. Сюда нам бы Тодда поставить. Вообще, пора уже, наверное, переставлять сюда вот этого парня. Давайте уже застраиваться по полной, так сказать. Да, конечно, фабрики уходят на прокачку, но это стоит того. Это нам очень-очень пригодится при выставке в Британию. Это очень сильные бафы для выставки. И тут пока у меня опыт фармится, я подумал, стоит поставить сюда плюс одну атаку, потому что у меня уже вот этот парень с Курапница действительно фармит опыт по своему вот этому вот перку. Карьерный офицер. И еще по второму перку вот здесь вот. То есть классный чел. И таких у меня не так что и мало, есть такие еще. То есть вот их много кто фармит опыт. И у них потихоньку будут делаться ловелапы, поэтому давайте они все будут ловелапаться с плюс перком. Да, конечно, хочется взять плюс опыт вот отсюда, но я думаю, мы до этого тоже еще дойдем. И фокус дал нам подзрыв 3, 100% сразу эффективности. Сразу же исследуем вот эти вот, ну, берем баф на исследование, и будем сейчас их исследовать. Кстати говоря, что-то я переключать, тех, наверное, не буду, пускай сразу копятся. Нам нужно побыстрее выходить уже в, собственно говоря, нормальные, средние танки. Итак, у нас этот фокус разблокировали. Давайте возьмем, наверное, вот эту, 20 стабильности и 20 поддержки нашей партии. Это даст нам неплохой буст. Это еще 2 ТНП, в принципе, да, просто, и, ну, даже, наверное, чуть больше, чем 2, потому что еще популярность тоже сюда закинется. И просто здесь тоже куча бафов. Это все нам полезно. А затем надо будет прям хорошо подумать. Можно пойти сюда в синтетику подкачать, это, в принципе, будет неплохо, да. Но, наверное, пойдем мы в военные заводы. Хотя, опять-таки, чуть-чуть попозже. Здесь, потому что усталость нам добавится. Нам пока что под низкой усталостью бы все это поделать. И я бы еще хотел вот этот фокус тоже взять, чтобы поставить сюда советника. И плюс, по-моему, у меня появится новая фракция. Ну, точнее, она пока разблокируется. Сейчас, видите, почти ничего с ней нету. И она мне будет давать еще политку. А политка, как я уже люблю говорить, это наша инвестиция в будущее. Нам бы, типа, больше 2 где-то к лейту иметь у нас, в принципе, такой и будет. Под 3, наверное. Итак, у нас особенный фокус. Пока военные заводы мы не берем. Пока что резину мы тоже не берем, потому что нам она и так сильно не нужна сейчас, да. Пока что тут много очень ее 10 фабричек. Очень приятно. Но давайте сюда, чтобы на лейт играть, во-первых. Во-вторых, ну, не то чтобы мне прямо сейчас нужно было вот это. Исследования у нас пока что в эти года еще их не так много. Но тоже можно, наверное, сюда вложить следующий фокус. И вот военные заводы, как я и сказал, здесь, ну, единственное, наверное, вот это нам надо нажать. Да. Да, давайте вот сейчас мы выйдем. Индустриалисты станут дружелюбнее. Можно будет нажимать вот эту кнопку на плюс 0,25 политки на 30 дней. Это выгодно. Это мы будем нажимать. И политку мы копим следующую, наверное, как раз-таки на решение об Вафин СС. Ну-ка. У нас сейчас он доделывается, фокус. Танк у нас только не атакует. Давайте фарми нам опыт. И да, 25 политки это стоит. Бам. Отлично. Это нам пока не нужно. Это нам пока тоже не нужно. В будущем нужно будет вполне. Дивизии эти очень сильны. У них там неплохие Вафы. А пока идем в политические услуги в промышленников. И у нас немножко заканчивается топливо, я вижу. Это как раз-таки по той простой причине, что мы тренируем кучу флота здесь вот. Да. Давайте еще вот это тоже добавим на тренировки. И мы можем просто купить у США топливо. 250 тысяч за 5 фабрик на 90 дней. Наверное, нормально. Так что давайте берем и качаемся. Итак, время идет. Мы тут уже накачиваемся неплохо. Долбимся танками в горы. Все как я люблю. Челтед выкачивается. Скоро разуме уже готов. Скоро разумеет этот фокус вообще. А я вам скажу, мы очень неплохо здесь справляемся. Я здесь, так сказать говоря, ударные бомбардировщики привел, потому что истребителям здесь уже делать было нечего. Я вижу, что снова задача появилась. Здесь просто не было авиации какое-то время. Но вот она и появилась. Давайте самолет эти объединим. Я пока что их не строю, поэтому у нас старенькие вот эти вот Хе-51 БФ у нас пока что не на вооружении. Я их не произвожу. Блин, ну это количество военно-заводов просто грех не взять. За 2 усталости столько получаешь. Дом обязательно надо брать и обязательно идти, наверное, вот досюда прям. Все очень вкусно. Да, кстати говоря, немножко неправильно сказал. 30 за каждый уровень. То есть вы 120 дней получаете плюс 0,25. Так что это просто безумно выгодно и очень безумно бустит прирост политки. Если вы меня можете спросить, а почему я качаю здесь горняка? Это же танки и не пойдут в горы. Это правда, но этому парню можно раскачать вот это вот в холмах драться. Но из других перков здесь реально ну только, наверное, по городам перк качать, и он хорош. И горы, все. Леса здесь ну вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь провок. Причем вот эти вот до них не пробиться. Сюда пока еще не пробиться. Здесь зона без секса, так сказать. И ну остается только в город убиться вот сюда. Вообще тоже, кстати говоря, в ту самую зону. Посмотрим. Может попробую что-то другое вкачать? В любом случае это все еще полезнее, чем ничего не качать ему. Но хотелось бы вкачать леса, потому что лесов в Советском Союзе будет много. Не будем бы как-то разбираться. А вот и подъехали наши ПС-шки. Давайте-ка разворачиваем их. Ставим их сюда к танкам повыше. Кстати говоря, еще один интересный момент. У нас есть квест вот такой вот на танке в дивизиях. Но тут есть выбор 1200 легких, 300 легких, 300 саппорта и 600 средних, либо 400 саппорта и 800 средних. Мы будем строить средние танки в основном, но выполним квест мы на легкие танки, потому что мы аннексируем Чехословакию и получим все их вот эти вот прекрасные Панзер 38Т, причем я реально говорю прекрасно, потому что они прекрасны. Статы у них за 18 просто шик. Если сравнить вот эти статы за 18 с нашим Панзером 2Д, который на год позже как бы, то он стоит дешевле, но у него прорыв просто почти в два раза меньше. Защита точно так же, ну и статы остальные тоже так себе. И даже если не знаю, вот здесь сравнить, да, опять-таки, статы, ну вы видите, а это дороже уже даже становится. Так что это просто шикарная машина, мы ее будем обязательно производить, у нас будут какие-то легкие дивизии с ними, у нас будут они также в качестве разыки в средней танковой дивизии. Потому что даже если сравниваться с этими танками нашими, вы видите, да, они буквально вот, ну, чуть-чуть хуже по атаке, а стоят они в два раза дешевле. Этот шик у нас будет производиться очень в солидных количествах, я думаю. А позже будет конвертироваться в Хедзер, но это не скоро, это 42-43 год, и возможно мы еще сделаем себе вот эти грильи для штурма, но может быть ПВО, флагпанзеры в целом не плохие, но я не очень люблю ПВО в танковые. Посмотрим. И пока мы гриндим здесь Испанию, началась японская война с Китаем, и хотят они принимать наши атташе, давайте в лучшем с ними отношении потом отправим. И добровольство тоже можем отправить. Давайте туда пойдут тоже наши танки. А еще мы туда сможем отправить две пары самолетов, два авиакрыла. Что ж, я думаю, это будут, кстати говоря, ударники сюда надо вернуть. Я их тут менял, истребители. Тактикалы, наверное, просто это будут. Я не думаю, что что-то еще есть смысл отправлять. Там ранджа будет не хватать. Давайте, тактикалы едут сюда. Тактикалы едут куда? Наверное, вот сюда, и помогают вот так. Там потом поправим, когда едут. Вижен, они уже взяли. Посмотрим, как что-то справится китайцы с защитой, японцев с атакой. Я, конечно, верю в японцев, но, как показывает практика, не очень у них все получается там. и падение Шанхая, я так понимаю, хорошо продавец Шанхай. Вот здесь вот Шанхай, да, все правильно посмотрел. Посмотрим, что там японцы будут делать. Дивизи прибыли, отношения улучшились. Все еще не хотят, надо все еще подождать. Что ж, поехали. Легкие танки должны здесь, ну, неплохо помочь, я считаю. Итак, я уже вышел вот в еще одну чайку. Я думаю, пора идти в синтетику. И мы врываемся в китайские дивизии. Ох, господи, как же, как же страшно, как же страшно. Ну, не нам. У нас все прекрасно, а мы бежим до Джинаня помогать японцам капать. Это все, то они стоят АФК. Нельзя, чтобы они стояли АФК, надо душить. Итак, сразу вот так вот окружаем. Сейчас вот эти сюда зайдут. Пойдем сюда атаковать. Вторая дивизия. Давайте успеете перейти, я надеюсь. Черт там. Еще одна подошла. Кстати говоря, достаточно сильная дивизия. Стата у нее плотная. Да, мы не успеем окружить их. Ну да, давайте еще сбейте мне прогресс. Давайте мы в холм долбимся. Давайте будем не в холм долбиться, а просто вот так. Так, а здесь мы что-то можем продать им. Продадим тактик, потому что мы их не производим. А получим 2 ТНП. Это приятно всегда. Так, желание, ебанцы забирают, а мы движемся вот так, чтобы здесь сделать окружение. вроде неплохое количество дивизий там есть. А у китайцев тоже проблемы. Нам значит это выгодно. Все отлично. Не хватает снабжения. Ага, ясно. Японцы решили заспамить авиабазу. Ну, тогда так вот делаем. Так, синтетика есть. Давайте сразу выйдем вот сюда. Наверное, хотел сказать я, но, но. Хочу я просто вот эти вот исследования взять без бафа, наверное. хотя, давайте подумаем, у нас здесь 2, еще потом там 2. В принципе, 41 берем и то, и то с бафами, так что можем уже выходить. Эти лвела я и так исследую. Сейчас возьму вот эту штуку, поставим все концерн и начнем делать, я думаю, нефть. Некоторое время надо ее будет построить. А также мы исследуем северскую пехоту, потому что она нам пригодится. А еще, я думаю, есть смысл потренировать наши войска. Сколько у нас бою? У нас уже 790 тысяч бою, точнее, на поле боя. Мы можем уже аншлюз нажать, мы не волнуемся про количество людей. И там уже скоро будет 60%, нам нужно 60%. Как раз таки мы сейчас заделаем вот этот фокус и идем вот сюда к аншлюзу. Я думаю, там как раз время подойдет. И здесь наше окружение потихоньку закрывается. Вот сюда еще сделаем вот так. Чтобы снабжение доставало насколько сможет. Здесь, конечно, проблемы с ним, но как есть. И да, мы потихонечку провинцией за провинцией сейчас будем их зажимать. Причем у нас неплохо атака в горы идет. У нас тут все-таки есть прекрасное штурмовое орудие, тяжелая артиллерия здесь. В горы очень хорошая атака. Ну-ка. Показалось. Плюс 4-2. Возможно, у меня не вся артиллерия здесь. Да, тяжелой артиллерии немножко не хватает. И вот этих тоже не хватает. у нас на бумаге с полной заполненностью должно быть блин, тоже плюс 4-7. Странно. Мне казалось, что больше. Видимо, я ошибался. Итак, IG Farben есть. Единственный вопрос. Прямо сейчас мы начинаем строить статистику или чуть-чуть подождем, чтобы заполнилась еще авиация? Я думаю, надо немножко авиации еще достроить. Чуточку и танков. А потом уже можно переходить на IG, пробуем постройку нефтеперерабатывающих заводов. Я думаю, на этом можно подзакончить ту же серию. Уже подошли к 38-му году. Формимый очень солидный опыт и в Японии, точнее, и в Испании, и хотелось бы в Японии, забыли мы до конца отправить, да? Да, некоторая ошибочка произошла, и мы еще политики немножко лишние потеряли, но ладно. Сейчас будет 38-й год, мы сейчас будем заряжаться, мы сейчас избавимся от этого дебафа вот отсюда, 0-4 политики, сделаем штаб получше. Затем мы сделаем эншлюз, с усталостью чуть-чуть разберемся таким образом, чуть-чуть разберемся таким образом с мифоплатежами, политку освободим, туда-сюда как бы заживем. Вот. На своем ревитпултопгай, подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны, лайк, комментарий, все как обычно и до скорых встреч, пока.